МАХАЧКАЛЯ Кто продолжает искать своих родных и близких. Ответы по религии ислам стали еще более доступны. Муфти от Дагестана запустил горячую линию для обращения граждан по шариатским вопросам. Вернулся после нокдауна и победил. Боксер Джамбулат Бижама в шаге от титула чемпиона мира по версии IBA. Разбитые машины, падение деревьев, выбитые окна. Сильный ветер в Махачкале оставил за собой серьезные последствия. На протяжении всего дня в разных частях города местные жители столкнулись с трудностями. Один из самых тревожных случаев произошел в центре столицы. На взрослую женщину упала фанера, которую сорвал ветер со строящегося здания. Индиру Сефикулиеву с множественными переломами доставили в республиканскую клиническую больницу. У женщины обнаружили серьезные травмы, в том числе переломы позвонков и черепа. Всего в городские службы Махачкалы поступило более 20 обращений по поводу упавших деревьев. С раннего утра поступают заявки по упавшим деревьям. Ездим, вот сегодня, вот сейчас выехали на лапки 85, и рубим, распиливаем их. Жители из Бирбаша также ощущают на себе последствия мощного циклона. Огромное дерево упало на землю. К счастью, никто не пострадал. Вот такое вот происшествие. Всего по республике было обесточено 90 тысяч человек, сообщили в Минэнерго. Отключения коснулись жителей Махачкалы, Каспийска, а также других районов региона. Сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения. В течение суток ветер продолжит усиливаться и вдоль побережья Каспийского моря. Ветер у нас наблюдается на текущий момент самый максимальный. Сейчас у нас метеостанция Избербаш дает до 25 метров в секунду. Ожидается дальнейшее усиление. Мы выписали штормовое предупреждение. МЧС уже, как я заметил, разосвал до 30-33 метров в секунду. Это опасное явление. Резкая смена погоды наблюдается и в горах. Накануне снег выпал в Хунзахе, что стало настоящим сюрпризом для местных жителей. Отметим, что в последующие двое суток в Дагестане синоптики обещают потепление. Температура может достигать до 15 градусов. Снег начался еще с 18 октября в высокогорье Дагестана. Это метеостанция Суак-Усокогорный. Начинался дождем и в ночное время перешел. Температуры минимальные опустились до нуля и, соответственно, дождь перешел в мокрый снег. На последующие двое суток, на вторые и третьи сутки у нас ожидается потепление вообще в целом по Дагестану до 15 градусов тепла. Курбан Рагимов, Зухра Амарова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Пять человек погибли и 55 пострадали в ДТП на дорогах республики за прошлую неделю. Статистику приводит Госавтоинспекция Дагестана. Всего за этот период зарегистрировано 38 случаев. В них ранения различной степени тяжести получили также пять детей. Кроме того, только за выходные дорожными полицейскими отстранено от управления автомобилем 37 водителей с признаками опьянения. В отношении четырех возбуждены уголовные дела. В ГАИ региона убедительно просят дагестанцев соблюдать правила поведения на дорогах. В Махачкале прошло трогательное мероприятие, посвященное памяти тех, кто пропал без вести в зоне специальной военной операции. На нем собрались все, кому довелось испытать горечь потери родных в ходе боевых действий. Собрали близких, семью, матерей, жен, детей, чтобы облегчить им, что-то поддержать, помолиться за них, кто живой, здоровый, чтобы они вернулись. А если они погибли, чтобы могли похоронить, как положено. Для матерей и родственников пропавших без вести самое мучительное – это не знать, что случилось с их детьми и мужьями. Они испытывают страх перед неизвестностью, продолжая искать хоть какую-то надежду. Именно для таких сердец и было организовано данное мероприятие. Мысль такая прошла спонтанно, когда мы посетили мавлит погибших. Мы знаем, что мамочки без вести пропавших, они как себя и не хотят относить как к погибшим. У них есть какая-то надежда. И поэтому в первую очередь был посыл, что сделать именно для них отдельный мавлит. Потому что они и там, и тут, и для успокоения по душе. На мероприятии звучали строки из священного Корана. Нашиды – выступления различных общественных и религиозных деятелей. Несмотря на грустную ситуацию, на неутолимую боль, событие позволило матерям ощутить поддержку и утолить горюющую душу. Это мероприятие оказало нам огромную пользу. Мы чуть-чуть успокоились, во-первых. Во-вторых, мы всех матерей узнали друг друга, встретились, рассказали свою боль каждый, о чем мог. Надеюсь, мы еще будем собираться дальше тоже. Нас объединило горе, но все равно нам стало легче. Мероприятие стало не только местом памяти, но и символом надежды для тех, кто продолжает искать своих близких и верить в чудо. Его организатором выступил Муфтиат Дагестана совместно с батальоном Каспий. Мухтар Курахмаев, Ислам Халиков, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Махачкала. В Дагестане прошли масштабные мероприятия, приуроченные ко Дню Народного Единства. «Вместе мы – Россия». Под таким названием состоялся фестиваль народной культуры на центральной площади города Махачкалы. Мероприятие началось с развертывания государственного флага страны. Фестиваль продолжился галоконцертом с участием военного оркестра Росгвардии, дагестанских артистов и танцевальных коллективов. А в городе Дербенте был поднят 30-метровый флаг России. Торжественное открытие флагштока состоялось на городской набережной. В торжественной церемонии приняли участие представители власти, общественных организаций и пограничного управления ФСБ. Данное событие стало напоминанием о ценностях единства и согласия среди народов России, отмечают организаторы акции. «В единстве наша сила и символично, что мы сегодня поднимаем флаг, устанавливаем флагшток на 30 метров, который символизирует в первую очередь наш флаг единства, патриотизм, гордость. Все то, что мы должны, наверное, передать нашим детям, все то, что объединяет всю историю нашей страны». Находить ответы на религиозные вопросы стало еще проще. В Муфтиате Дагестана открылся колл-центр. Горячая линия для обращения теперь доступна для всех жителей России. Независимо от региона и города, у граждан страны есть возможность получить быстрый и правильный ответ от квалифицированных специалистов в области исламских наук. Здесь ученые работают по книгам шафиитского и ханафитского масхаба. «Любой человек в любой точке России на сегодняшний день может позвонить и получить шариатский ответ на любой вопрос. То есть это, например, человек едет в Сафар, вопрос возник насчет объединения намазов, позвонил, получил ответ сразу же, не дожидаясь звонков отдел ФИЭТ, или же телеграм-канал прочитать что-то и так далее. То есть в этом есть, аль-хамду-ля, большое облегчение мусульманам». Звонки принимаются с 9 утра до 9 вечера без выходных. Боксер Джамбулат Бижамов продолжает покорять профессиональный ринг. На турнире в Самаре вице-чемпион мира и Европы одержал свою третью победу. В поединке с венесуэльцем Кейбером Гонсалесом на кону стоял пояс претендента на титул чемпиона ABA в весе до 75 килограммов. Начало боя было за махачкалинцем, но к экватору Гонсалес смог подобрать ключи к обороне Бижамова и в шестом раунде оформил нокдаун. Несмотря на это, наш боксер проявил мужество и характер, выровняв ход событий в ринге. В итоге все трое судей после восьми раундов отдали победу Джамбулату. Добавил немного красок к бою, чтобы вы не скучали. Что могу сказать? Выиграл бой, бой был непростым. Чувствовалось, что соперник опытный, где-то по-своему работал. Но в целом доволен. Буду пересматривать бой и исправлять ошибки. Конечно, это новый опыт для меня и с каждым боем прогрессирую. Так что хочется боксировать чаще. И следующий бой, думаю, что будет за титул ABA, так что буду усердно готовиться.